мои дорогие телезрители рад приветствовать вас новым выпуске смотрите богатейские дома иначе я никак не могу назвать огромный дом в нем по сути 4 секции каждой секции по три гаража то есть гигантский дом три машины рядом еще один такой же просто как сосиска такая на четверых круто так green bay прям крупный город судя по карте вот планируем здесь прежде чем покинуть висконсин сторону миннесоты конкретно города мини-аполис чтобы не перепутать его с индианаполисом по карте выглядит такое огромное пятно всего лишь 101 тысяча population здесь католическая церковь святого петра и павла красиво из кирпичика как круто ребят посмотрите бесплатная парковка в выходные дни видимо выдающиеся люди чувак сигары регби на банку наступил какую-то пакерс еще футболист чувак сына куда-то повел что что банки раскидали а спотыкаюсь еду так бэйлейк сити центр фигасе дыра в асфальте просто будто что-то тяжелое упало смотрю наверх и вижу когда буква упала одной буквы нет хрена себе долбанула тут вот так вот идешь и тебе на голову что-то прилетает представляете о мне площадь напоминает джорджтаун вашингтоне тоже с фонтанчиками тоже вода мост набережная люди тусят все такие летние так одеты не знаю вам бабульки в юбочках в блузочках мужик в шортах рубашки вот тоже летний чувак идет слушайте прям настроение отдыхать вот такие вот лодочки мы как-то где это было во флориде на дельфинов арендовывали и он тоже арендовали и пошли ходить по каналам еще давайте их голоса послушаем ну а ну а но но ну а ну а писька поехали пойдем дальше даунтаун жарковато ветра вообще нет я как-то сказал жду этого что нам ехать четыре часа но я сейчас реально подофигел 4 часа 10 минут и 450 километров минеаполис нормально мы так прокатимся фу как жарко напомнил город на по у нас кстати кирпичные здания водоем уточки мажьте на пу не напоминает на по кирпичные здания вода что-то есть такое наши на пы вон там вот припарковались такого круголя дали здесь чуть прошли и и это весь даунтаун и кстати вот игру безлюдно офигеть все 100 тысяч ник вы где люди нет никого а у тишина ну да они все в маленьких городках на на озере тусят сейчас выходной все с города ломанулись так сказать провести время outdoor что как я уже говорил садимся в машину есть ничего примечательного еще здесь не увижу по пути садимся в машину выезжаем за город бензина у меня еще хватит ну миль на 100 в любом случае первым делом на заправку старбакс маруся кофеечек я red bull бензин и 450 километров и так 10 минут до заправочки раз уж мы так мало город кстати немножко чем-то о стенда напомнил не знаю почему раз уж мы мало видели так города из окошка хотя бы чуть-чуть покажу переезжаем мост вот здесь мы по набережной прошлись мост не разводной ок вот это это музей по любому чей-то welcome to port hovard вот это дома и фига себе они все такие слушайте ё-моё и они старые притом видно обшарпанные все такие но в хорошем смысле слова потасканные временем я бы сказал слушайте интересный городок гулять здесь ловить нечего все-таки не новый орлеан вот по таким районам лазить но проехать один раз увидеть это того стоит мужик вынесся на backyard у него огромная грильница он там на роту солдатскую мясо жарит стул поставил сидит на солнышке загорает покуривая сигаретку сигаретку я думаю будем думать о мужчине только хорошие еще немножко города вот прям стулья столы выносят здесь ставят возле дома в доме жарище походу не каждый я думаю себе может кондиционер позволить о мистер альди фуд маркет кстати у нас же мотор мы же не ferrari мы и простым бензином заправимся а он у нас 273 стоит замечательно 10 галлонов камон я за 10 галлонов 40 баксов плачу здесь заплатил заплатил 28 93 круто да это просто замечательно так ну что погнали 3 часа 50 минут 429 километров до капитолия вот решили в магазине ехать все на заправке взяли red bull кофе полный бак бензина restroom и и погнали по пути что-нибудь интересное по-любому будет обязательно покажу ух ты я как прям воду глядел говорю будет интересно по пути показывать смотрите далеко не отъехали вот они дома простой просто жилой район вот бабушка среднестатистический американец вон со своим дедушкой дом качелька на качельке мишка шевроле маленькая машинка в гараже стоит пикап нет не пикапа внедорожник вот так вот они живут у нас сегодня чистой дороге вот сейчас еще четыре часа проедем будет около 8 часов чистой дороги завтра тоже 8 часов завтра маша горит мы прям на границу с канадой едем строго на север и говорим привет и уезжаем назад него масштаб судя по плану что то есть но по идее в идеале мы бы сверху канады это все объезжали а так мы сюда и потом обратно вокруг озера но одной той же дороги у нас не будет вот поэтому у нас сегодня 8 часов и завтра 8 часов чтобы мы по пути смотрели разные города разные достопримечательности разные партии они по одной и той же дороге туда и обратно мотались все у нас осталось 40 минут 70 километров я боюсь что это дождь 74 градуса по-прежнему хотя до 78 доходило 78 76 74 я надеюсь это просто облака на 10 не дождь потому что не хочется сегодня вечером вот река и река по сути это граница граница отделяющего висконсин от миннесоты и welcome to миннесота штат под номером 33 в наши с марусь копилки здесь по крайней мере дождя нет город святой павел столица миннесоты если я правильно понял я не посмотрим на стоит капитал и поедем дальше а вот миннеаполисе 8 часов начнется гроза и будет она идти полтора часа время 7 17 то есть мы как раз приедем начнется гроза но как вы прошлых роликов поняли что у нас вчера вечером творилось мы просто под проливным ливнем гуляли в футболочке сегодня мы будем умнее мы оденем курточки мы не просто будем в грозу гулять мы оденемся чтобы больше вещей на нас промокла вот дождь нам не помеха как я уже сказал так что давайте сначала капитале посмотрим понятное дело что он закрыт и закрыт он весь день ибо сегодня воскресенье во внутрь мы не попадем хотя бы снаружи посмотрим слушайте прикольно и эти еще летчики залетчики 55 ограничения по 70 летают между машинами прыгают как не знаю кто но если ты как бы играешь шашечки то умей ну вот не умеючи мне не нравится когда не здесь ездить по крайней мере висконсине сейчас ехали как они там по хайвей прыгали дождь начал капать них год где капитолий я должен должен светиться он где-то справа да вон он сзади справа о красиво как да блин кому он что серьезно смотрите все покапал я думал выйду хотя бы сфотографирую его хорошо я не пойду здесь точные отмена меня прессе приедем там я одену куртку и выйду а то я с окошка так просто покажу мимо проезжая стояла очень красиво между прочим года о блин да вон еще собор этот так но все здесь будет полиция он там охраняет туда не подъедешь какая там как это колесница как на бранденбургских воротах по идее вот он красивый аварийку включить так ну чё поехали 16 минут и 15 километров до парковки где мы меня полисе поставим машинку и прошу рнемся сюда мы подходить уж не будем так с окошко посмотрели красиво мне понравилось через весь пригород да нет я по карте посмотрел не пригород это сан-пауль это другой город и между ним и миниаполисом такая приличная пустота пустоту мы сейчас и пересечем вот миниаполис фейсбуке чекинился смотрите синие это озера я сначала думал я ткнул нечаянно на финляндию и пальцем но нет теперь я понимаю эту надпись на номере миниаполиса что это стоит of ten thousand плейкс то есть штат десяти тысяч озер но судя по карте я думаю это даже не преувеличение они немного так занизили цифру блин швейцарский сыр из озер подтяна альянс филд конечно не баян мюнхен альянс арена но все-таки тоже альянс тоже чей-то стадион страховые компании денег немерено пичкают в спонсорство не может быть я прочитал только что миссисипи river это может быть миссисипи а пойдет миссисипи river да офигеть миссисипи только что пересекли ну я ее уже пересекал неоднократно я прогуливался вдоль миссисипи все-таки в новом орлеоне если не ошибаюсь миссисипи протекает миссисипи кайф вау что да тут просто камеру не выключать ехать и читать таблички аугсбург университи откуда здесь университет аугсбургский взялся вон смотри ваш высоточки и тоже мне напоминает город джексонвилл вау о даже к лучшему что я здесь заезжаю они там где-нибудь по-любому какая красотища миниаполис ребят если я не ошибаюсь это тот самый город где полицейский наступив на горло темнокожему бандиту который пытался бывший наркоман бывший по моему даже он что-то там деяния у него посерьезнее были пытался расплатиться фальшивой двадцаткой и полицейский его задушил и звали его флойд вот по-моему это действие все вот это black lives matter пошло именно с миниаполиса если я не ошибаюсь я загуглю обязательно потом расскажу вам и до бывших убийц бывших воров и бывших наркоманов не бывает 25 мая 2020 года джордж флойд погиб именно в миниаполисе я не ошибаюсь очень хорошо помню эти события мы уже здесь жили ну конечно и это прям по всем каналам показывали 8 улица слушайте мне чем-то напоминает феникс неудавшийся у нас попытка тоже была там дождя не было но город как раз вот выборы трампа байдена еще и город под карантином город пустынный мы въезжали примерно такое что-то было тоже намек на большой город но по сути не знаю вот прям феникс да я считаю что феникс помасштабнее и феникс я уверен побольше чем минеаполис я не знаю здесь размеры города но феникс он по моему там 5 до по величине в сша есть вау юсб банк стадион слушайте красиво красиво сейчас мы тут погуляем вон машину на набережной поставили по набережной пройдемся здесь можно полазить я вам скажу вон часовня какая-то небоскребы вот здесь старый город это портовые здания ну да а вот прям на берегу миссисипи девочка вылезла из атласа такая в коротком платьюшке красивой наружности а слушайте прикольное здание мне однозначно нравится город а еще и присутствие реки да в солнечную погоду я чувствую на ура бы зашел тогда просто раз я взял куртку маши шоу горала говорит отчеты капюшон к ней не пристегнул игра не люблю в капюшоне хоть действительно не люблю капюшон потому что ветром начинает сюда дуть отсюда выдувать продувает и человек болеет после этого сейчас ветра нет и капюшончик прям вообще на ура зашел не зря его пристегнул ну чё пойдемте исследовать минеаполис потом отсюда еще минут десять где-то до места где мы будем кушать сегодня такие мексиканцы на повестке дня смотрите тут лошадка белая карета ухты а здесь стройка века смотрите какой огромный гигантский мост строят а тогда его панова строят или реставрируют а он старый его реставрируют но просто весь разобрали маша горит а главное достопримечательность а а там я вижу вон водопад во всю длину такой порог уровень но там повыше сделали его до оттуда миссисипи канал я как понял искусственный вот еще здесь шлюзы видимо там кораблики выше находится здесь вода ниже затащили сюда кораблик подняли повысили и корабль дальше пошел по реке слушайте как этот мост в регенцбурге только там сколько лет тому мосту тут еще индейцы по ходу не жили а там уже в регенцбурге мост был построен вот другой мост стон арч бридж был построен в 1888 году и стоял по сей день пока его сейчас не начали реконструировать так ну вот мост про который писать о слышали единственный каменный мост через всю реку миссисипи с какого моста с того с него офигенный вид на даунтаун с этого нет навряд ли вот эти здания закрывают мешают а ну да нам так и так ух ну давайте поднимемся на мост да посмотрим я черепаху нашел марусь какая и еще по ходу черепашат 3 или тара тату и похоже на рататуев а это это фрок лягушечки это лягушки точно вижу что лягушки не жабы тогда по слушай необычно смотри забора нет то есть машины на полном ходу летят здесь пешеходы велосипедисты есть через такой бордюр он сантиметров 30 да нефиг делать перескочить вот этого я не ожидал дальше мне напоминать для забора не базы все мосты через этот идут который нет забора в базе ли ну вот прям везде безопасность везде эти заборы возведены здесь нет ухты этого я не ожидал от штатов хотя как говорится здесь к этому меньше внимания чем в европе относят потому что если ты туда вышел машина тебя сбила сам дебил какая разница мы поставим за борт и также через него можешь перелезть если захочешь вот по неосторожности но опять же будь осторожен тари тут лошадки бегали до сих пор бегают а вот 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 все высоточки смотри как круто так мы можем по ним пройти вот так пошли дождик не дождик кофе идем сейчас значит прогуляемся все-таки по даунтауну вот здесь по небоскребам все такое потом 10 минут до ресторанте и от ресторанте еще минут десять до дома слушайте я прям вот реально говорю мне напоминает феникс вот прям один в один чай кстати посмотрю здесь население насколько он большой так но получается как здесь население 422 тысячи агломерация 3,6 миллионов человек 16 по количеству проживающих людей во всем сша а вот фениксе как и как я и говорил 5 это под получается после нью-йорка после л.а. и потом идет чикаго потом по моему даллас и потом вот феникс 5 ух ты фонтан какой да и ты только фениксе в самом городе миллион шестьсот шестьдесят тысяч агломерация тут не написано но я могу представить написано агломерация 5 миллионов конечно агломерация полтора раза больше город сам 3 получается но очень напоминает тогда получается у нас феникс в мини формате красота то что мне понравился городок еще 9 секунд успеем город неплохого до что напомнил что напомню городе последний город джексон вилл но это да вау парк называется парк выживших на фраках вот этот факт сари сколько стекляшек ванкувер не напоминает нет но но окей ладно ванкувер нет там все-таки ванкувер это ванкувер ага красиво да вот эту стройку тоже закончат он еще и выше будет и еще более стеклянный вот пачка вот почему я говорю он мне напоминает феникс потому что помнишь мы припарковались тоже возле огромной стройки и много стекляшек по бокам и тоже пустынный город никого не было может там доня проиграл как раз весь народ расстроился дома сидел вау слушайте что стройка да это похоже хотят не фонтан морозь просто скульптура какая-то слушать так это четвертая улица мы решили там самая движуха 6 7 8 мы до 6 точно дойдем потом налево возьмем и уже в сторону вон там с коляской стоит с ребенком а дурью аж здесь воняет какая девочка вышла в джинсах такая милка а это ее машина она здесь припарковалась пошла в здание да действительно села за руль сейчас уедет стройка 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 ну когда закончат будет действительно красиво слушайте мне понравился я теперь понял что мне и феникс понравился хотя феникс на самом деле мне понравился наименее в аризоне из всех остальных городов потому что тот же тусон мне понравился вот это вот прям такая мексика я с тусоном просто в шоке а феникс попали мы не в то время туда и здесь тоже хоть и попали не в то время и опять же дождь понимаете как может дождь испоганить все впечатления но нет у него не получается уже вот второй день второй крупный город дождь льет хотя сейчас не как прям из ведра но все же нет он ничего не может сделать не победил он нас смысле меня и город красиво ребят я отвечал где-то гудят нифигово бас просто крики людей а парковка на парковке видимо туса идет или кто-то с машины или какой-то у вас есть да действительно вот слышишь просто колбасиво не там крики людей если то на парковке гудят посмотри какая станция 73 по фаренгейту и облачко они рисуют что дождь идет а он идет вы не видите а он есть тогда таргет центр арена вон оттуда колбасит это типа стадион или бейсбол или футбол ну скорее всего бейсбол и там сейчас перерыв видимые муза колбасит народ кричит то есть игра идет вот я думал туса ну тоже с какой-то стороны тусовочка не фиговая короче маша посмотрел что за ивент там какой-то фестиваль сейчас там какой-то бэнд играет и все такое но уже завтра маша говорит туда green day приезжает я такой кто green day а ты не знаешь wake me up and centember and и все такое но это маш слушает ну вот он завтра приедет так давай здесь налево или не все дальше а следующий год а вот слушайте очень красиво мне прям действительно нравится а вон то здание смотри похоже на мюнхеновская бмв маш смотри вишь там походу вертолетная площадка сверху счет класс да я знаю да 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 это разбуди меня когда закончится дябре знаю а это должна у меня тоже она есть остаемся до завтра да да остаемся до завтра идем на концерт а это у меня есть от меня нравится песен ну все сейчас я буду маша уговаривать что мы здесь остались билеты достали пошли завтра но нет как-нибудь в другой раз у маруся дает я первый раз об этом слышу мы оказывается где-то в пробке стояли под боковилем у нас калифорнии и опоздали у нас пропали билеты на 30 секунда марса ягрой о все люди просто в шоке с меня говорят нифига себе приехала деревня давай на это и мне это больше вау подожди 30 секунд до марса у нас билеты пропали представляете из-за пробки калифорнийской пробки сушка круто марусь а те не напоминает самое высокое здание в чикаго да но такой же вот этими кубиками черное до верха а вот это вообще мгу я не видел я спиной к нему стоял слушайте прям в топчик входит вот петюлю ему сердечко однозначно прям в топчик входит но не в топ тех где я бы хотел пожить все таки я не очень люблю дождь а он здесь идет летом летом дождь о боже мой я реально да ребятки давайте в комментарии все начали строчить деревня выехал из деревни увидел большой город и а его распирает я города видел по побольше но это мне нравится однозначно а если мне нравится я эмоции не сдерживаю обычно да ничего себе посмотри о маша вон то здание какое бог ты мой слушайте мы еще и ведь мы два дня последующих проведем в этом штате у нас еще здесь экскурсия на корабликах по моему даже две экскурсии все я не ошибаюсь кстати дождь усиливается блин кажется вот когда мы заезжали так мало небоскребов а вот когда мы проходим мимо них их так много а сан-франциско когда например подъезжаешь кажется их так много но когда гуляешь под ними но непосредственно при них кажется боже а чё их так мало здесь же другая беда прям пошел хорошо это восьмая нам обносите это третья нам после 5 поворачивать и там буквально минут 10-15 отсюда до машины фига себе мы прогуляться вышли мы уже 25 минут по городу лазим и сейчас я думал вот за углом буквально машина посмотрели по а вот прям старые и посмотрели сколько машин идти еще 20 то есть мы почти мы хотели просто на 10 минут выйти а целый час получается здесь провели а аппетит нагуливаем да и пытаемся вырасти под дождиком вырасти или вырастить а вырасти или вырастить вот заветная розовая панелька светится колежи лифтер лифтеры круче чем уборщики я вам говорю так дождь закончился мне уже стало жарко люди опять полазили на улицу которые где-то там пережидали дождик он даже маруся тоже кофточку сняла это она ее носила только потому чтобы рюкзак не намочить ты слышишь верчатик но минут десять еще до машины слушайте клёво прошлись мне этот город настолько зашел что я вот говорю как я понял по бостону что я люблю лондон что мне я скучаю по лондон и никогда не думал что мне лондон никогда не особо так не нравился но вот побывая в бостоне я понял боже какой лондон красивый по этому городу я понял насколько красив скажите мне я вам скажу ой боже мой в аризоне мемфис не мемфис а как его зовут маша в аризоне город феникс вот по этому городу я понял насколько красивый феникс и кстати нам с маруси даже отдельные моменты в отдельные блоки этого города а мы здесь на машине проезжали отдельные районы этого города напомнили сан-диего представляете мой любимый сан-диего сейчас маша маша говорил что если у мамы не получится я-то с ней сан-диего на три дня ехать планировал как минимум на три дня зоопарк пока надо погулять по городу и все такое если мама не получится приехать все ведет к тому что она не приедет то надо с маруси на выходные сан-диего смотаться боже как я соскучился выбрать хорошую погоду и реально дня на 2 на 3 даже можно котята к собой взять вот всей толпой туда поедем ух ты слушайте да и тут район вообще вон там язык 2021 это какое-то стеклянное здание наподобие оперы в сиднее только это и стекла как слушайте видимо здесь тусовка такая потому что вот парк вот еще парк вот лавочки и столики видимо одна из центральных площадей я вот говорю я сюда очень хочу приехать снова и говорю благодаря этому городу я понял что я очень хочу феникс посетить дать ему еще один шанс потому что блин ну феникс по-любому там и недалеко и можно и на машине как-то съездить не обязательно даже лететь и погода там как в калифорнии то есть хоть чтобы не было дождя езжай туда его 9 месяцев точно там не будет муж не бояться и хайки там офигенный есть мы там все обхайка все что запланировали обхайкать мы все обхайкали то есть там еще есть где полазить еще последний взгляд на downtown вот буквально тут паровозик он буквально где-то здание там машинка я думал ferrari нет ребята это мазерати а мазерати у нас знаете какого цвета золотого прям реально золотого стоит блестит ну шо ребятки погнали 5 минут 2 километра какой-то мексиканская bistro а латинская ну так мне вообще куда судя по карте налево да наш поедем налево ох ты ты видела молнию прям сфотографировала нас офигеть я у даже не улыбнулся блин какой мост вон синим загорелся ну да я еще не в ту сторону поехал ну здесь по городу еще раз проедемся ресторан оказывается в городе только на другой стороне на другой стороне города вот два километра как я уже сказал 20 минут пешком идти а живем мы маша говорит это как бы город технически но пригород святой антошка сан-энтони вот там мы живем у нас там airbnb нас там хозяин встретит кушать среди какие улочки милые ночью вот гирлянды висят просто красивый город очень мне понравился боже мой сейчас вот поворачивал голову вот сюда и весь даунтаун был как на ладони с той стороны и как моргнет он весь фиолетовый стал так мостик помните мы здесь поднимались сейчас мы по нему поедем ресторан у нас как я уже говорил на другой стороне реки пересекаем миссисипи вот это сейчас молния так доложите небо не про она просто фиолетовое было самой молния не видел но видел как осветило это все дело ну да сегодня не просто дождь обещали здесь а именно с 8 до 9 грозу время 850 мы приехали 8 и как раз пошел дождь правда он сейчас перестал еще сверкает вот он конга конга латин бистро над не фастфуд ну что-то не нравится контингент людей там я вижу внутри и на улице здесь стоят курят посмотрим все автомат можно телефоном заплатить картой вот лапочка наша здесь стоит ты закрыла а мы идем кушать нет обалдеть вы это видите я сейчас на этот танцпол пойду тут прям цветах джамайки телевизоры колонки вентиляторы диско шар здесь сальса еще по вечерам прикольно еда есть по спросили точно еда есть там люди сидят текилу пьют она говорит есть креветочки здесь я сейчас буду так ну что заказываем сушки клёво я сейчас я думаю сейчас пол-литра храбрости выпью пойду танцевать пусть я однозначно по мексике скучаю музончик такой я сейчас точно танцевать буду ох ни фига сего марусь тут морепродукты а мне тут кисадили ну а здесь у нас банан жареный на нем креветочка и сальса слушайте обалденно это по моему около 7 долларов стоит это по моему 13 долларов бумажки что там тоже в районе 15 пивасик даже понятия не имею сколько круче приятненького слушать это просто объедение еще такой музончик заразительный что я прям сейчас вот так вот с бананом куда танцевать уйдем у марусь смотрите на все устрицы вылавливает вот у меня мама с братом их любят в руси нельзя она тоже любит но нельзя это должен был быть суп с морепродуктами ну вот еще устрица вот тут одни устрицы жаль выкидывать а я их не ем кстати я ни разу и не пробовал давайте смертельный номер проведем вот устрица они не пропадут ваши чебурек скоро присадили слушайте мне вот едой вообще повезло маруси не очень мне уберут эти устрицы которые она нифига не ест силу того что ей нельзя так еще эти устрицы 25 долларов ровно струбит я вообще в шоке так ладно ух ты марусь посмотри какая им пола боже мой какая красавица вау так чё сели ехали нереально офигеть мы покушать у маши одно блюдо 25 у меня и у меня все три еще и и пиво так же стоило книжка еще завтра закончим и так сколько я сказал 12 минут 7 километров до дома погнали ну мы на подъезде минута осталось тут такие это это просто спальный район вау какие тут дома слушать клёво в таком мы будем жить сегодня вот огромный домик блин плохо видно завтра с утра покажу хотите я покажу где мы живем сегодня лесенка вниз поднимаемся и наблюдаем вот такую вот картину чтоб я спал вот таких вот хоромах творить какая огромная кровать кондиционер да тут просто комната бог мой офигеть ну что ребятушки на эти нотки я целую вас в пузико лайки ставьте подписывайтесь комментики сейчас фотки видео перекину и спатеньки время у нас и любишь чтобы не соврать 10 часов и 8 минут а подъем у нас 4 30 по моему что такое так что в шесть обманул я вас мужика зовут томас которым мы заселились вот записывая пароль от вай фай я немножко под офигел когда увидел пароль вот так вот он пишется я люблю тебя хренаж себе